Привет, дорогие друзья! Давно мы с вами встречались в рубрике о продуктах и о еде. Итак, сегодня немножечко необычный для моего канала видеоролик. Вы знаете, что у меня подписчики по всему миру, как у любого YouTube-канала, и подписчики у меня с разных стран пишут вопросы. И сегодня поступил очень интересный запрос на тему халяльной продукции в Канаде. Итак, халяль. Сегодня мы поговорим о ценах и что можно найти в обычном канадском супере. И если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной, и мы посмотрим, что можно найти. Итак, вначале давайте все-таки поймем, что такое халяль и откуда он пришел. Итак, халяль – это разрешенная пища в исламской религии. Вы знаете, что ислам – это достаточно молодая и вторая по численности приверженцев после христианства. Исламская религия охватывает более 120 стран, в основном в Западной, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии и Северной Африки, из которых в 28 странах является государственной религией. Страны, такие как Египет, Саудовская Аравия, Марокко и также многих других. Но самое главное, почему я все-таки решила сделать это видео, вы знаете, меня же люди смотрят в разных странах. Есть очень большой перечень стран, вы можете увидеть их на экране, в которых меня смотрят люди, в государства, в которых исповедуется Ислам. Поэтому, я думаю, тоже будет очень интересно узнать, какие же халяльные продукты все-таки продаются в Канаде. Итак, давайте немножечко еще все-таки поймем специфику, специфику именно халяльной продукции. Чем они отличаются от обычной. Вы знаете, хочу вам тут маленькую ремарочку сказать. Мне очень напомнило, конечно, кашрут в илдаизме. Очень много схожего. Но давайте все-таки поподробнее посмотрим, о чем идет речь именно под словом халяль. Что мы воспринимаем и как мы должны понимать это слово халяль. Итак, давайте все-таки, те, кто не знает, мы в двух словах пройдемся, пробежимся по понятию, что значит халяль или халал с арабского разрешенный или дозволенный. Это все то, что разрешено и допустимо вы с вами. Наиболее часто это понятие используется для обозначения правильно приготовленной пищи. В мусульманском быту под халялем обычно понимают мясо животных, употребление которых не нарушает исламские пищевые запреты. Но в целом халяль относится практически к любой сфере человеческой жизни. Что касается халяля в пище, то в Коране четко определен перечень продуктов, употребление которых в исламе строго запрещено. К ним относятся мясо свинины, задушенных животных. Наверняка есть еще более длинный перечень, да, что можно сказать. Но это из основного. Итак, давайте мы все-таки закончим заниматься болтовней и пойдем в обычный канадский супер. Посмотрим, какие производители есть. Сразу могу вам сказать, что, конечно, в основном мы будем наблюдать мясную продукцию. Выбор, который есть, сколько стоит, что можно купить. Пошли! Итак, давайте пройдем и посмотрим, чем нас сможет удивить магазин No Frills, который находится недалеко от моего дома. Итак, больше всего я увидела спектр, конечно, мясных продуктов. И это были сосиски. Очень большой выбор куриных сосисок. Были говяжьи, были смешанные. Основные компании, которые я увидела, предоставляют продукцию. Это компания Zabihah и Sufra. Я, возможно, ее неправильно произношу. Может, это Safra. Ну, Sufra, Sufra и Zabihah. Это те продукты, которые, те фирмы, которые предлагали свою продукцию как в свежем виде, так и в полуфабрикаты, так и в сосиски, колбасные изделия. Но вот в среднем вы видите, что есть сосиски за 6 долларов, побольше которые. Ну, можно и подешевле куриные и за 3,29. И вы знаете, мне было так интересно видеть, они тоже делают что-то типа бекона. Это абсолютно такие вот для завтрака. Называют это куриные стрипс. Куриные chicken strips. Как куриные полосочки. То есть, видимо, просто куриное мясо, которое так нарезано типа под бекон. Ну, на завтрак можно с яичной делать. А вот, очень интересно, разная такая колбасочка. Вот, и мы можем наблюдать, что есть breakfast strips фирмы Supra и Zabihah. Вот Zabihah стоит 4,49, Zufra 4,47. Ну, и так дальше. Колбаска вареная, сосисочки. И причем можно, конечно, на любой бюджет. И за доллар 97, и буквально там за 5-6 долларов. Дальше, конечно, мы передвинемся с вами к холодильникам с полуфабрикатами. Итак, мы опять видим, что лидирует фирма Zabihah. Они производят буквально, ну, я не знаю, на любой вкус все, что может быть. Только и чикин стрипс, и курочка барбекю стайл. И какие-то, значит, гамбургеры куриные великолепные, судя по картинке. Вот. То есть, абсолютно на любой вкус, с разными соусами. Ну, и достаточно выбор, могу вам сказать, абсолютно, как сказать, не дискриминирует обычных производителей. Так что, опять мы можем видеть, что Zufra и Zabihah. Вы можете также наблюдать, что цены достаточно приемлемые. Конечно, упаковки здесь в среднем 800-600 грамм. То есть, все это меньше килограмма, хотя, может быть, коробки кажутся большими. Ну, и цена, в принципе, достаточно нормальная. То есть, мне было бы подозрительно, если бы 800 грамм куриных, да, там, крылышек стоили бы, скажем, меньше 4 долларов. Что это за крылышки такие, да? Вот. То есть, конечно, и цена должна быть соответственная, в соответствии с количеством продукта, который находится в упаковке. Так что, можно подобрать абсолютно, опять-таки, вернусь, я скажу, любую продукцию. И для завтрака, кто любит какие-то сосисочки, и какие-то meatballs, и chicken strips, и chicken nuggets, и вот эти вот, как они называются, куриные крылышки в разных соусах. То есть, достаточно-таки приличный, приличный выбор. Так что, ребята, я думаю, что этот небольшой обзор был интересным для вас. Ставьте лайки, спрашивайте дополнительные вопросы, которые касаются продуктов в Канаде. И если я смогу подготовить какое-то видео, обязательно подготовлю. И не забудьте, пожалуйста, отписаться в комментариях. Все те, кто употребляет халяльную продукцию, живет в Канаде, в других провинциях. Какие фирмы вы предпочитаете, каких изготовителей, и, возможно, ваши фавориты среди этих компаний. Спасибо вам! С вами была Ина. Всего хорошего! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok